Продолжим изучение свойств текстовых объектов. В прошлый раз мы остановились, что текстовый объект некий может иметь такие свойства. Сейчас вот найдем. Вот текст. Либо скролл. Скролл мы сейчас не могло постепенно подбираться. Вот. Значит, если мы рассмотрим предыдущий урок, видите, мы меняем спокойно, используя свойства текста, именно текст. Вот разное содержание можем делать. Но мне, например, не нравится. Мне нравится эта задача вот такая вот. Смотрите. Текст выделяется, когда, и используя вот эту вот прокрутку колесика на мышке, я могу использовать вот такую вот прокруточку. Но мы должны, как говорится, учитывать, что не у всех бывают мышки с такими колесиками. Ну, это раз. Может быть, не факт. Но, например, у меня была в свое время такая задача сделать презентацию. Но так, чтобы, если презентационный вот этот вот файл на виске попадет в руку конкурента, то мы не смогли сделать вот такую вот, например, раз, выделят, контрол-С и перекопируют куда-то. Ну, и там что-то свое подставят. Ну, как говорится, воспользуются моими наработками, которые здесь есть. То есть сделать этот текст не selectable. То есть вот это вот было бы отжато. Но мы уже знаем, что если она будет отжата, тогда я не смогу проматывать никак. То есть мне бы тут уже удобно, но зато я, как говорится, защищен уже. Да, она это самое. Не может кем-то там вот я не могу выделить это все дело. Но не могу пока проматывать. Вот тут бы неплохо воспользоваться вот этим вот свойством скролла, который мы вот сейчас с вами пытаемся к нему подойти. Так, значит, мы текст разобрали. Кстати, во многих описаниях я уже посмотрел. Вот это вот обозначение, оно как бы в новых версиях слыша. В старых, в описалках до сих пор встречается подчеркивание текст. Давайте попробуем, если я подчеркиваю ее в виду. Будет оно восприниматься, хотя она, видите, уже воспринимает его как вот... Я тебя не понимаю. То есть не зарезервирована, не снимки она у меня выглядит. Так, это у меня пятая. Давайте попробуем, она сработает у нас или нет. Да, они срабатывают. Значит, в старых, видимо, в свышех уже нужно учитывать. Если попадется именно вот такое, значит, имеется в виду вот так вот. Текст, чтобы он был кинем. Итак, значит, мы сейчас изменяем только содержание. Ну вот, было бы сделать так, что если я, например, нажму сюда, здесь у меня будет содержание. Но содержание, скажем, шрифт у меня будет там большой. Ну вот сейчас как бы так вот на виду. Вот что у меня менялся. Тип шрифта, размер, стиль, цвет. Ну и так далее, и так далее. Может быть даже размещение по центру. И так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас они как бы у меня разные, видите, у меня вот эти вот получается сейчас содержание. Но одинаковый стиль везде, одинаковый размер, одинаковый шрифт. Все вот это вот делается. Чтобы к этому скроллу постепенно подходить, видите, пришлось почитать help. И вот здесь вот что пришлось понять. Что скролл, вот этот вот, ну текст мы уже понимаем уже, что это такое, видите. Я сейчас удивляюсь, что сейчас так подумал. Некоторые, которые не знают английский язык, я вот им все вот это вот показываю, подчеркиваю. А не мало, что ты подчеркиваешь, давай дальше объясняй. Ну ладно, ну что делать. Язык, экшн, скрипт по-близски. Ну приходится вот как-то вот так вот объяснять. Так вот, скролл, видите, он как бы подходит к текстовое поле. Текст, филд, филд это поле. И вот если мы объяснение посмотрим, скролл, то тут синтаксис такой, видите, что скролл, вот этот вот, он у нас применяется не прямо к тексту, который я могу создать, а текст я это должен создавать программно, каким-то другим способом. То есть каким способом? Мы всегда знаем, что я создаю текст, вот он, раз, раз, и пошел на нем все вот это вот дело вот заводить. Все, что нужно. А программно, как это? А программно, оказывается, существует вот такой вот оперант. Называется Create Text Field. И вот этот вот оперант Create Text Field, он говорит, с каким именем будешь ты создавать текстовое поле? Его глубина. Что такое имя текстовое поле, его глубина? Вот имя текстовое поле, вот оно. Ты один, например, или еще как-то. Вот оно, имя текстовое поле. Как оно будет появляться у тебя в программном случае? А его глубина? Ну, мы уже как-то рассматривали, помните, оперант Дубликейт Мовиклип. Помните, там у него есть имя этого вновь созданного Мовиклипа и его глубина. Чем больше глубина, то как бы и сверху. То есть вот у нас один объект, потом, скажем, какой-нибудь другой объект. И вот я пытаюсь перемещать, например, его, и он все равно по ним. Почему? Потому что он создан, ну, вот он, как бы уровень. Вот он уровень. Вот этот, выше этого. То есть это как бы был нулевой, это первый, второй и так далее. Так, продолжаем дальше. Итак, мы уже помним, что такое имя, что такое глубина. Икс, и грек, понятно. То есть это координата вновь создаваемого текстового поля. Потом его ширина, width, и height, это высота. Значит, нужно учитывать, что текстовое поле, которое создается, если вы обратите внимание, у него всегда вот здесь, вот в левообъятном углу такой вот кресточек. Это как раз-таки говорит координата, вот она, икс, вот она, игрек, 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 обратно в сторону. Игра не у нас там, южный полушарий. Значит, где находится икс, игрек, то есть я, вот это текстовое поле, вот его икс, игрек, вот его игрек. Где-то она будет, игрек, игрек, игрек. Так, вот если я текстовое поле, где она, вот это у меня, вот она. Ага, вот обратите внимание, вот она, вот этот крестик. Значит, он у меня по иксу, ну, примерно 200, по игреку, ну, где-то 80, что ли. Вот это что означает? А вот ширина его, от 200 до 400, ну, 220 примерно, а здесь, ну, примерно так, 30, что ли. Вот такое вот, вот это означает. Так, ну что, давайте, значит, описание дальше сейчас посмотрим. То есть, продолжим, если, то у нас существует еще взаимосвязь какого-то, значит, муди, когда я создаю, у меня, значит, крипт текст формат, существует еще нью текст формат. Ну, наверное, сейчас пока путаны такие объяснения. Ну, давайте я сейчас последовательно-последовательно буду все вот это вот объяснять. Итак, хотим сейчас сделать, ну, как вот я вот вам говорил, что-то нажмешь, и вот тут у меня все появляется. Причем другие. Ну, давайте постепенненько начнем делать. Так, давайте все вот это уберем и создадим новый муги клип. Вот муги клип. Вот его цель. Вот он, да? Он всегда, когда мы его не берем, он в центре, а в центре всегда у нас появляется. Ну, что ж, муги клип давайте создадим как-нибудь антенну, назовем, например, антенну. То есть, муги текст какой-то, так называемый. Давайте переместим его, ну, предположим, на ноль. И вот здесь вот у нас внутри этого муги клипа будет создаваться программным способом текстовое поле. Причем текстовое поле, оно у нас будет создаваться динамическим динамическим динамом. У нас предлагается, то есть, по загрузке мы должны задать какую-то переменную. Мы должны прописать какие-то данные с ними. Пока на этом не обращайте внимания, постепенно, постепенно сейчас будем с этим знакомиться. И так нужно создать крит-текст-филд с такими-то переменными, оборвать имя и так далее. Ну, сейчас давайте сейчас это сделаем. Итак, начинаем писать код. Я, наверное, буду писать это все-таки для муги, чтобы потом можно было в дальнейшем его копировать. То есть, я могу писать на сцене, когда на сцене он сэрфервер, потом лоат, и потом бы писал МТ и так далее. Но вдруг я его переменю. Тогда давайте я буду этот коп писать не на сцене, не на перемещать его на сцене, а вот в самом муике. Тогда, если я размещаю в самом муике, тогда буду говорить. как только ты, дорогая, заявишься, тогда я говорю, что ты, this, и вот тот самый create-text-формат, create-text-field, я вот так это копирую, и все, ctrl-c, ru, и делаю, так, здесь, ну вот так вот, ну естественно, теперь буду подставлять, вот этот инстансный, естественно, если это имя, тогда в кавычках оно должно быть, соответственно, как у меня будет называться текстовое будущее, такое-то, которого я здесь не увижу, оно будет создаваться само в процессе запуска, ну когда у меня вытопускается, ну скажем, ты один текст, теперь его глубина, ну давай, поскольку вот эта глубина связана по уровню, только вот, вдруг я несколько, ты один так создал, да ладно, я создал, вот скажем, нулевой, первый, седьмой, ну не надо, теперь созидим координаты, x и y, ну тут можно подумать, скажем, давай будет 200x, а этот будет 100, то есть я стольник, и 200, вот это дело, то есть вот в этом у меня будет какое-то текстовое поле, пусть пострадятся, с такой длиной, ну сейчас давайте подумаем, так, минуточку, так, продолжим, значит, так, для МТ продолжаем писать, значит, мы сказали, сколько? 200 и 100, значит, это у меня будет 200, сколько у меня будет 100, ну а теперь ширина, ну давай подумаем, ширина у нас будет 1, 2, 3, ну давай, 300 пикселей, так, ну а сколько здесь она будет у нас, 1, ну давай 200 таких не будем делать, так, идем дальше, что нам еще тут, согласно, в этом описании, не знаю, значит, крыть текст, потом нам нужно, какие-то тоже мы рассмотрим, так, если я не потерял их, ага, надо создать какую-то переменную, и новый new текст формат, ну давайте сейчас я это все введу, так, ну вот я его как бы записал уже сразу, чтобы, значит, переменно какое-то, говорю, мой формат будет, и вот он будет с таким вот параметрами, мой формат будет вот этот создаст его, собственно говоря, теперь я могу, у нас же сейчас пока на сайте ничего нет, у нас будет только после нажатия, у нас что-то появится, откуда появится содержимое, я должен тогда написать, что у меня будет, так, давайте и делаем, что вот этот вот, т1, его текст, будет содержать некие какие-то там текстовочки, так, текстовочку он будет содержать, и, собственно говоря, с каким форматом, сейчас посмотрим как-то в описании, ну вот они, тут и сказано, что вот этот вот, который я создам, в моем случае это т1, я должен его вывести вот с таким параметрами, сайт текст формат, переменные, которые ты отдаешь под мой формат, ну пока может быть непонятно, ну давайте продолжим последнее, значит, да давайте вот так вот перекопируем, не мучиться, так, что мы дальше идем, а, вот сюда, так, т1 тогда здесь у меня будет, сайт текст формат, ну вот мой формат, у меня была переменная, которая будет говорить, с какими параметрами у меня будет это, параметрами у меня имеется, или следующее, если у меня будет текстовая переменная, параметр ее, вот что означает, стиль, размер, цвет и так далее, если они не заданы, значит, по умолчанию, ну я не знаю, сколько там будет, то, что по умолчанию всегда делается в любом, наверное, в программе, какой-нибудь там, Арбат или Тахома, этот такой будет 10 или 8, черный, без подчеркивания, и так далее, и так далее. Так, ну вот и все, собственно говоря, что теперь у нас будет, напишу такое, привет, меня как текст создали. Так, ну и влезет ли он, сколько у нас в размер, 300 мина, 200 мина, ну так далее. Давайте попробуем, вот в этой точке должно у нас появиться вот этот вот текстовочек, который он написал. так, привет, меня как текст создали. Ну вот, все нормально. так, минуточку. Так, ну и посмотрим, у нас как раз, 200, 100, ну вот оно, а то, что оно оказалось меньше, ну, видимо, по умолчанию, у нас вот этот вот, как это называется, текстовочка, она действительно, это не 8, по-моему, Арбат, по-моему, или нет, Ареал, как-нибудь, 4, без подчеркивания и так далее. Так, давайте я вам сейчас это сохраню под именем, что вот как мы научились создавать какие-то текстовки, которые появляются только когда при запуске. Так, ну давайте сейчас сохраним. Так, значит, как бы первый в этом уроке. Программное создание текстового объекта. Так, то есть мы научились, как бы, теперь в любой, как говорится, проект я могу вставлять, то у меня сам этот, этот я могу менять каким-то образом, уже понятно. Мы на прошлом уроке уже помнились, какими-нибудь, там, кнопочки привяжем, там, картинкам или еще что-то. Мы будем создавать вот текстовое поле, какое-то. Но, оно у нас по умолчанию сейчас, видите, текст-формат у нас, как бы, не задан, хотя переменная уже объявлена. И вот если мы ниже будем прописывать какие-то переменные, которые к моему формату будут, которые к тексту будут иметь следующее, помните, там, то, что у нас здесь было, текст-шрифта и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, тогда то, что я говорю, выведи вот такое, как я делаю, и тогда вот это будет с параметрами, которые ты тут перечислишь. Тут вот так будет много. Тогда я выведу это все в таком формате. Как это делается? Ну вот, тут уже, как говорится, нужно выискивать. Ну, я сейчас вам по максимуму постараюсь привести. Так, если, значит, текст-протоки есть, текст-колор, высота, ширина, толщина, тип, что-то там, еще и еще можно поискать, поискать то, что к тексту относится. Так, найду я сразу, как-то не найду. Давайте я сейчас, по-моему, примеры у меня были ниже. Сейчас. Ага, вот они, видите, то есть, когда я двигаю мой формат, то вот они пошли, видите, уже знакомый вам, наверное. Центр, там, right, left, жирный, нежирный, с подчеркиванием, без подчеркивания, цвет, фонд, то есть тип шрифта, размер и так далее, и так далее. Вот давайте сейчас я вам вот это вот вставлю. Ну, по максимуму, что можно тут два накопать. Так, вот сюда сейчас будем вставлять. То есть я должен говорить. Мой формат. Так, он должен будет равен. Чему? Так, ну давайте, счастье, сразу его вставлю. Например, сайт, да? Там, по-моему, точка сайт, по-моему, так. Так, миндочку. Да, там не равно. Указано. Точечка должна быть. Точечка потом разумеет. Ну, давайте постепенненько сейчас будем это делать. Было понятно. Мой формат. Точка как. Точка, скажем, сайт. Ну, вот оно будет, скажем, равно. Ну, давай. Как-нибудь, так, 16. Предположим, так. Вот смотрите, у нас уже вот это будет появляться не по молчанию, там маленькие булочки, но уже в таком разуме. Ну-ка, давайте проверим. О, видите, уже побольше. Так и есть. То есть давай, вот сделаем, скажем там, 28 каких-нибудь. Ну-ка. О, есть. Потом, помните, у нас тексты, они имеют разные свойства. Помните, selectable, то есть выборать, выделяемые или не выделяемые. Потом учитывает он, когда дойдет до конца границы, будет ли она не сюда заходить, а переносится строчка или нет. Как они вот, вот если я наведу, видите, rap text, rap text, word break, например, или selectable, или этот, болт, да, italic, ну, размер с font size, font name и так далее. Так, давайте я сейчас, как уже говорил, по-пасему, перенесу эти вот все форматы. Ну, давайте как-то сейчас постепенненько буду заводить, причем с пояснением. Так, ну вот, что у нас будет. Вот мой формат. Вот он и перенесет. как они делаются, я, наверное, уже поясню, где сюда сделать. То есть, я сейчас сохранил, но вы уже посмотрите. То, что относится к тексту, узнаете. Selectable, помните? Вот, вот этот вот, ну, формат, размер снициации, это понятно уже. Так, граница у нас вокруг, будет или нет. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, давайте сейчас вам это сохраним. Так, назвал программу «Осознанный текст измененными параметрами». То есть, я включил тут границу, сделал шрифт, арбат, ну, размер, понятно, что он будет приносимо, вот этот вот, до конца дойдет, оно переносится. Цвет, как этот цвет создается? ну, если мы сейчас посмотрим, как текст создается, а вот, видите, если я что-то выбираю, видите, у меня сразу цвет выставляется, то есть, если я хочу ее, то есть, это ее, то есть, не знаете, как, смотрите на это, просто берете, перекопируете, и вот в тот параметр, который мы выберем. Посмотрите, вот он, то есть, вам нужно 0x написать, и вот это вот. Значит, FF, 0000, это примерно, наверное, понятно, FF, 0000, а, ну, это красненький, значит. Значит, он у нас будет появляться красненьким, потом, с подчеркиванием, потому что я сказал, true, правда, жирненьким, дальше, вокруг T1, то есть, вокруг этого самого текстового поля, будет рамочка, true, если я разрешу эту рамочку, то я могу выбрать цвет рамочки, можно выбрать цвет фона, и так далее, и так далее. давайте сейчас пока просто посмотрим, как у нас получилось. Ого, видите? Если я сейчас поменяю, скажем, шрифт, ну, у вас, может быть, на компьютере, может быть, установлен такой, нет, скажем, установлен такой, так, такома, ну, такома, по умолчанию, так, надо по-английски, такома, ну-ка, такома будет создаваться, создаваться, такома, или там прописи, предположим, так, ну-ка, ну, тут можно было размеры букв, очень для прописей, скажем, сделать побольше, уже, 38, можно будет, много, но, давайте проверим, вот, и так далее, и так далее, если посмотреть, вот, help, можно еще найти, какие-то, вот, эти данные, как они еще, ну, какие они могут быть, я сейчас посмотрю, сразу, может быть, не найду, ну, это нужно поискать, так, ну, давайте пока, а то так длинный получается урок, пока на этом закончим, мы уже, как бы, научились создавать программным способом текст с различными значениями, с различным типом шрифтов и параметры.